В овоще-совхозе автолюбительница на малолитражной Тойоте вытеснила с проезжей части массивный внедорожник. Авария произошла на крутом повороте и в условиях гололёда. Женщина, управлявшая Тойотой Старлет, о подвохе на этом участке трассы знала и максимально снизила скорость. Как ни странно, от заноса это не спасло. Тойота выехала на встречную полосу, по которой ехал Лексус. Его шофёр, уводя машину из-под удара, выкрутил руль вправо. Лёгкого толчка Старлета в такой ситуации оказалось достаточно, чтобы внедорожник оказался на обочине и едва не завалился на бок. Ещё одна автолюбительница спровоцировала ДТП в индустриальном районе у судостроительного завода. Женщина управляла Ниссаном Ноут. Она собиралась свернуть с улицы Павла Морозова налево, на Суворова. Так как движение было оживлённым, маневрировать приходилось в жёстких временных условиях. Следом за Ноутом стояла очередь из желающих повернуть. Машина одного из них была оборудована видеорегистратором, который запечатлел аварию. Успешно завершить манёвр удаётся троим автолюбителям, но как только подходит очередь Ниссана, он сталкивается со встречной Хондой. Седан-то ранит ещё и мини-вэн, водитель которого ждал удобного момента, чтобы выехать с Суворова. Хонда чудом не зацепила ещё и малолитражную иномарку, пролетев в сантиметрах от неё. Виновница аварии заявила, что встречный седан не увидела из-за слепящего солнца. А на выезде с улицы лейтенанта Орлова свою машину разбил 44-летний житель Приморья. Удар о металлическое ограждение закончился опрокидыванием Хонды Сервии, но её быстро поставили на колёса очевидцы. Они же вызвали для водителя скорую помощь и полицию. Последним автолюбитель объяснил, что ехал со стороны облачного переулка. Внезапно, без каких-либо видимых причин, кроссовер будто взбесился. Вместо того, чтобы повинуясь действиям шофёра ехать прямо, иномарка устремилась вправо. Траекторию движения подтверждает и розчерки покрышек на совершенно сухом асфальте. Автомобилист прошёл о свидетельствовании алкогольного опьянения у него не выявлено. В результате аварии оказались смяты почти 6 метров ограждения, оплатить ремонт которого придётся водителю Хонды.